Вместо кепки казацкая люлька, вместо пальто жупан. В Запорожской области к закону о декоммунизации подошли творческие. В кого здесь превратились сразу несколько ильичей? Давайте посмотрим. Цей погляд волевый было сделано, погляд зовсім низ зовсім другий, брови зовсім другі, щоки були накладені. В этом казаке с пистолем, саблей за поясом и люлькой в левой руке с трудом можно узнать бывшего вождя пролетариата. Десятки лет в Новоалексеевке стоял Ленин. Теперь с гордостью говорит председатель сельсовета Пилипп Орлик. Сергей Дубовик рассказывает, когда встал вопрос о сносе старого памятника, посчитали, что переделать его дешевле. Ну, как, ну, на уровне всего нормально. Работы по перевоплощению длились несколько недель. Сначала убрали лишние детали, а уже потом по портрету воссоздали образ гетмана войска Запорожского. Пришлось немножко работать с молотком, с зубилом, с кувалдой. Не без этого. Памятники делали крепкие, бетон был отличный. Лишнее убрали, новое сделали. А это соседнее село Лазаватка. Здесь тоже несколько десятилетий стоял Ильич. Теперь ангел Дианов. Болгарин, который основал это поселение переселенцев с Балкан. Как именно он выглядел, здесь уже никто не помнит. Живы только легенды. Поэтому образ получился собирательный. Мужчина в традиционном болгарском костюме и с бородой. То есть мы должны были подчеркнуть образ мужчины сильного духом и способного на подвиги, можно так сказать. В целом, шутит сельский голова, декоммунизация прошла спокойно, без шума и акций. У нас бабуси тоже правильные. И никто не приходил, и никто не сказал. И если памятник Пилипу Орлику официально уже открыт, то болгарину Дианову пока нет. Еще предстоит облагородить территорию и подрихтовать постамент. До конца августа все планируют успеть. Тогда в селе будут отмечать 155-ю годовщину основания. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Запорожская область.